Доброго ранку! Найкориснейшее ранковое шоу продолжается и на студии появляется гистер. Добрый день! Во-первых, дизайнер сумок это не только дизайнер, который создает сумки, он в принципе это дизайнер обуви, поэтому когда создается сумка, в любом случае всегда смотрится уже объективно, то есть и на обувь и на сумки, потому что невозможно просто так создать сумку, вот я придумала, я ее хочу воплотить в жизнь. Поэтому нужно смотреть в целом на все. В принципе, задают тенденции моды, всем известно, это мировые бренды, поэтому в любом случае вдохновителем являются мировые бренды, которые делают сумки, их последние коллекции, ну и смотрим не только на то, что они на подиум создают, а то, что еще масс-маркет, потому что наши люди нацелены не только, чтобы это все было красиво, но и обязательно функционально. Вот поэтому мы вдохновляемся в общем этим всем и потом создается уже изделие. Дарья, еще я от начала вернусь про идею бизнеса, расскажите, как появилась, как начали? Я училась на дизайнера обуви, это было мне 15 лет, да, когда я нарисовала свою первую обувь. Еще это было, пометает ли? Да, кроссовки на шнуровках, это были, при том, что домашние кроссовки, я их увидела, попробую нарисовать. Пошла по стопам, у меня мама модельер обуви, и когда-то я увидела ее рисунки и решила 15 лет нарисовать. Вот, и мама говорит, может ты пойдешь на дизайнера одежды? Я говорю, нет, это же скучно, это все делают, а обувь нет. Поэтому я пошла на обувь, закончила колледж, потом один университет, потом второй университет. Ну и как-то так оно переросло, что нужно это делать, ну что зря училась, тем более оно мне нравится. Начались индивидуальные заказы обуви, сначала была только обувь, вот, потом понимаю, что обуви мало, потому что многие, а сумки вы делаете, по сумкам в то время у нас не учили. У нас там было такое вводные лекции, но как бы не углублено, поэтому что я делала? Брала, разбирала старые сумки, смотрела, как они сшиты, делала по им конструкции и сшивала. Так я пришла к тому, что нужно делать больше сумки, потому что сумочка это все-таки душа женщины. Платье, понятное дело, украшает, но сама изюминка это в деталях, поэтому вот так вот и пришла к этому. Чудо, расскажите с точки зрения, будучи, взагалі бизнесу, розвитку, с какими трудностями стекались? Ой, с многими. На самом деле очень тяжело начать бизнес, когда у тебя есть только идея и идея, и все. Вот, поэтому это все было постепенно, было первое оборудование, первая машинка. Благодаря родителям, не скрою, они купили, на чем можно было хотя бы делать что-то элементарное. Вот, а потом уже потихоньку, потихоньку уже, ну, как-то накатом шло. Был бум, на чем особо так, можно сказать, получилось умение сделать свой бренд. Вот, это была патриотическая коллекция. Но мы не будем скрывать, у всех такое просыпалось, да, когда у нас была революция, что нужно что-то делать. И сложились так звезды в ряд, что мы пошли на неделю моды, и нам сказали, сделайте что-то в поддержку страны. Ну, мы сделали, это был Mercedes-Benz, не Kyiv Fashion Days, а Mercedes-Benz. Вот, и мы зашли туда с патриотической коллекцией. Все увидели, нас начали писать, нас начали приглашать на многие съемки, поэтому люди многие узнали. Вот, конечно, патриотическая уже линия прошла, мы сейчас сделаем только эти индивидуальные заказы, мы это не забросили в ящик, скажем, все равно клиенты есть, все равно у нас люди патриоты. Вот, но начали развивать уже более такую классическую линию, повседневную линию для, скажем, большинства людей. Чтобы четкише зрозуміти эту картинку, знаете, было стало, коли вы одна там разбирали и разрезали старые сумки, и дивились, как они сделаны, и намагались сделать что-то, и что можете сейчас? Расскажите про производство, сколько людей работает, до чего вы доросли? Ну, у нас, скажем, больше сейчас не производство большое, у нас мастерская своя. Работает не так много людей, потому что сложности с тем, что я одна не могу делать все, поэтому нужны люди. И за столько лет, сколько я работаю, были люди, я их обучала, они уходили. По разным причинам, кто-то молодой, кому-то не нравится, кто-то хочет миллионы зарабатывать, но это каждого свое право. Поэтому сейчас уже у меня такая позиция, что нужно найти людей, те, которые умеют это делать, чтобы не тратить свое время. Вот, поэтому я нашла людей, которые знают, что делать, я делаю чертежи, я краю, подсказываю, как что сделать, и они делают. То есть это либо у меня мастерская, либо я ищу людей, которые работают тоже на дому. Ну, так проще, и это просто, в принципе, мне это выгодно. Девчата, жінки, которые сейчас нас смотрятся, знаете, они все думают, так, а какая там в мене сумочка зараз уже, мабуть, не трендовая, хочет купить новую. Ваши поради, как знавца с середины прямо у всех этих сумок, на что обратить внимание, когда выбираем сумку? Вот сейчас, в зимку 2018. Ну, если смотреть на бренды мировых дизайнеров, то, в принципе, они задают в этом году такую тенденцию, что сумка должна подходить под одежду. Да, очень много. В их не одеждах, чей? Нет, под одежду, то, которую вы наряд одеваете. Они очень часто используют принты, которые в одежде, они их используют в аксессуарах, в сумках именно. Вот, если говорить про зимние изделия, то это с меховыми какими-то вставками. Например, брендом Fendi, он использует ручки меховые. Другие дизайнеры, они делают полностью. То же самое не исключено, что в этом году возвращается в моду рептилии. Все говорили, что это уже все заезженное. Нет, оно опять-таки идет сейчас на показах. Вот в прошлом году был показ на зиму 2018, тоже используют крокодил, питон. Он опять-таки в моде. Мой совет и, наверное, даже больше мое наблюдение, что женщины выбирают то изделие, которое еще идет очень-очень, главное, практичность у них была. Потому что маленькая сумочка, да, сейчас тоже в моде они идут такие массенькие, либо поясные, либо один на один еще накладываются. Но они непрактичны. И если говорить о наших женщинах, которые используют их ежедневно, то все смотрят функциональность. Очень главным таким аксессуаром в этом году, как и в прошлом, это является рюкзак. Это прям номер один. Потому что он, во-первых, классный, а во-вторых, он очень вместительный и удобный. Ты себе на плечо забросил, и у тебя руки свободные, ты ходишь везде, куда нужно. Особенно в путешествиях. У нас многие клиенты приходят именно для путешествия, берут рюкзаки. Тем не менее, существует какое-то співвідношение между типом фигуры и размером и формой сумки, правда? Як правильно підбирати сумку? Да, конечно, не исключено. Но сейчас опять-таки такая тенденция идет, что люди, например, маленький-худенький, да, наш такой стереотип, что им нужны маленькие сумочки. Нет, они берут большого размера сумки, такие мешковатые, можно даже сказать, вот, потому что сейчас это тоже в моде. А люди, которые даже немножечко такого больше, скажем, типа своей внешности, они берут все равно маленькие, потому что это, я же говорю, это душа, это такой акцент. Им это нужно показать. Потому что если человек будет, скажем, круглый, и он берет большую сумку, то акцента в этого не будет. Все хотят какую-то все равно изюминку иметь. Скажите, а вот насколько сложно совместить эстетичность с практичностью, то есть так, чтобы сумка была и красивая, и удобная одновременно? В нашей стране очень сложно. Почему? Объясню почему, потому что у нас как бы много материала, но не все то, что ты можешь себе представить в голове, все это можно воплотить в жизнь. Вот, очень много мы материала закупаем за границей, это Италия, это Турция, и Китай так же само, но не все у нас здесь есть. Например, если это индивидуальные заказы, то здесь уже мы отталкиваемся от того, что давайте, что вы хотите, больше красивее или больше практичность? Вот, поэтому такая загвоздка всегда стоит. Ну, а то, что мы делаем уже, скажем, в массовые пошивы, это то, что на магазины мы продаем, то я стараюсь искать эту грань, чтобы и то, и то было. Но ассортимент не должен заключаться в одной модели, поэтому у нас есть для практичных, для красоты и два в одном. Про это расскажите на прикладах. Вы пришли не с пустыми руками, а с сумочками властного виробництва. Покажите, расскажите, что, для чего, для кого, кому пасуватимы. Вот, например, поговорим о этой маленькой сумочке. Она вот как раз это то, что называется здесь практичность и красота два в одном. Практичность то, что она небольшая, но она достаточно вместительная, здесь эта сумочка. Здесь замша с кожей в сочетании. Кожу мы используем как в обуви, то же самое, как и в сумках, потому что, ну, комплекты никто не отменял. Хотя говорят, что сейчас не в моде носить сумку под обувь. Нет, все равно это остается для любителей. Даже я сама так же самая хожу, хотя я раньше не носила сумку под обувь. Вот, поэтому мы стараемся сочетать в таком, скажем, варианте и красоту, и практичность. Плюс в том, что это не только сумка, как бы, да, на внешний вид под вечерний наряд. Нет, совершенно нет, потому что у нас люди под джинсы одевают, одевают под брюки, одевают под платье. Плюс цветовая гамма. Чтобы вы не одели, она под все пойдет. Синий, красный, желтый, белый, зеленый. Вот это называется универсальность. Вот, многие думают, что это стразы у нас, когда мы там выставляем наши работы на Facebook, Instagram, и все пишут, а, это камушки? Нет, это кожа. Она покрашена? Это тиснение такое. Тиснение, то есть это будет долго держаться, да? Да, но это заводское, да. Вот, так же самое, если говорим о практичности, например, поговорим о сумке, мы называем ее Abordot, у нас модель называется. Она, как бы, тоже вечерний вариант, но если сделать вот так вот, фокус, да, она становится повседневным вариантом. Вот, тоже у нас люди многие носят под кроссовки, ну, не совсем спортивный стиль, скажем, casual стиль. Носят под классические наряды, она очень вместительная, она очень практичная, ну, черный цвет никто не отменял. И совсем есть вечерний вариант, мы так же самое делаем то, что сейчас в моде, это с рептилием, здесь с натуральным крокодилом представлено. Это вариант, когда здесь не очень практичный, зато очень красивый. Такая тоже мае бути. Да. Дарья, сами користуетесь сумками власного виробництва? Открою маленькую тайну, вот эти две это мои личные. Я их не отдаю. То есть сначала получилась модель очень удачная и решили никому не отдавать, будет только мое. А часто так бывает, когда у вас появляются какие-то модели, которые вы вот, ну, не знаю, не решаетесь воплотить в жизнь, или просто вот считаете, что это вот должно быть только мое, потому что вот мое и все. Есть такие, у меня, наверное, штук, так, пять стоит изделий, которые я никому не отдаю. Но обычно это происходит, что я вот делаю, потом могу выставить, вот сделаю себе, и обычно подружки, а ты мне сделаешь? Поэтому она уже не в одном экземпляре, я не делаю это в массовое производство, но друзьям делаю. Расскажите про какую-то найнезвычайную, можливо, найдорожшую, найдешевшую, або якась из независимых материалов, что-то сробили таке? Сказать, что-то такого нет, наверное, самое сложное для меня было в моем опыте, это сумка из песца. Это был первый мой опыт, мне принесли кусок просто животного, говорят, сделайте сумочку. Это было очень трудно, потому что с мехом работать достаточно нелегко, вот, и, в принципе, получилось очень даже неплохо. Так, в принципе, используем все только натуральные материалы, кожу, текстиль. С экзотики – это крокодилы, питоны. Ну, как бы, я уже привык, а для меня это не что-то новое, и ничего сложного здесь нет. Просто оно мне нравится, я его делаю. Какие-нибудь брендовые авоськи, извините, нет? Никогда такая большая, вот я их называю авоськи, она такая большая-большая-большая, туда можно все поместить, но выглядит она при всем при этом очень как-то просто и в то же время, ну, не знаю, симпатично, что ли. Ну, авоськи мы не делали, мы делали с акваяжи большие, особенно, когда у нас была патриотическая линия, вернусь к тому времени, мы делали с гербами. Герби у нас были тесненные вручную полностью, то есть это было ни машин, ни пресс, мы сами сидели там, делали их, и это было очень классно, и их разбирали, потому что очень удобные были именно куда-то путешествовать, куда-то ехать. Ну, многие, мне даже самой себя я один оставила, потому что он должен быть. Вы маст хелп сумочка. Это провелегия виробника жёночих сумок, потому что у вас, я думаю, их чимало. В контексте бизнеса, насколько легко чи складно развиваться в Украине? Вы знаете, среди не все это, рассказывайте. Ну, раньше было легче чуть-чуть. Я начала этим заниматься профессионально как бренд в 2013 году. Это была первая выставка в Киеве. Тогда заявили о себе и решили делать для людей, а не только для себя. Я не говорю до этого времени про индивидуальные пошивы. Тогда было чуть легче, потому что было меньше конкуренции. И тогда столкнулась с таким удивлением, что когда ко мне подходят люди, говорят, а это кожа? Я говорю, да. А кто делает? Страна-производитель. Мы, у нас твоя небольшая мастерская. Да ну ладно. Вот, были, да, такие моменты. Всегда такой ступор у меня был. Что же отвечать? Да, это мы сами делаем этими руками. Вот, фотография машинок, да, мы сами делаем. Переграшали к себе людей. Многие, потому что не верили. Сейчас конкуренция выросла. Всем известно, что производство в Украине начинает набирать обороты. Люди покупают украинское все. Поэтому спрос вырос. Соответственно, и производство выросло. Сейчас очень много талантливых людей, которые тоже делают сумки. Мы знакомимся с ними на выставках, тоже общаемся. И я смотрю тоже, девочки, мальчики делают совершенно такие изумительные изделия. И они делают то же самое, делают здесь, в Украине. Поэтому сейчас вот на фоне конкуренции чуть-чуть сложнее. Но, как говорится, конкуренция, она же порождает как бы спрос, поэтому... Ну, наверное, интереснее, да? Да. Потому что подстегивает где-то внутреннее. Этим, да. Этим интереснее, но чуть-чуть сложнее. В том плане, потому что ты понимаешь, что у человека, когда он к тебе приходит, и у него выбора нет, он по-любому тебя купит. А когда он знает, схожу еще туда-туда-туда, то, конечно, здесь уже чуть-чуть по-другому. Но я скажу, что мы отличаемся от других, потому что мы придаем значение каждой детали. Многие об этом не знают, но мы заморачиваемся. Например, как там проклейка будет, мы прокрашиваем края, мы загибки делаем. Потому что многие делают сейчас такой стиль идет, стрит-стал такой, да, когда просто идут обрезки, сборки, никаких подкладок, все просто универсально. Это своя, как бы скажем, своя категория людей. У нас еще другая, мы делаем более такой гламур, скажем. Дарья, вы, как специалист в этой справе, как думаете, сколько сумок мае бути в гардеробе у женщины, так? И сколько сумок у вас, если вы считали, я думаю, там их значительно больше, правда? Ну, а во мне немножко позже, для девушки я считаю, что должно быть, ну, штук, наверное, три самых таких вот ходовых точно. Это самый минимум, потому что должна быть обязательно, обязательно должен быть рюкзак, это просто мастхэв действительно. Обязательно должна быть маленькая вместительная сумочка, которая может быть повседневной и вечерней. Вот это вот три изделия, которые должны быть. Обовязку. Да, обязательно. Сейчас все мысленно пересчитали, кто-то немыслилый. Тридцем минимум. Я понял, да. Да, а вообще, конечно же, у нас девушки, это, знаете, как помада. Невозможно пользоваться одной. Насколько бы она вам не нравилась, она бы вам не шла. Поэтому сумки должны быть. У меня их, наверное, около 15, если не больше. Но я не помню, потому что я их так поносила, подарила кому-то. Очень удобно, кстати. У меня обычно все приходят домой, классный язычок, ты мне такой сделаешь, я обычно, да. Разбираю я, а потом я когда-нибудь тебе сделаю. Вот, поэтому у меня и рюкзаки штук, наверное, 4 или 5 их маленьких сумочек. А у меня еще надо такого цвета, а это под то подойдет, а это под это. Хотя я пользуюсь, наверное, одним только рюкзаком. Ну и, кстати, наверное, это такой удобный способ проэкспериментировать и узнать спрос. То есть какая-то идея появилась, вы ее воплотили в материале и на улицу. Обращают внимание, подруги обращают внимание, да? Есть такое? Есть такое, есть даже такое. У нас мы делали когда-то с фотографа моим. Мы выходим, у нас в мастерская в центре Киева на Золотых Воротах. Ну, соответственно, фотографии где делать? В центре Киева. Вот это обычно 5-6 сумочек, и мы выходим где-то в сочиную локацию, чтобы красиво было. И обычно, а это у вас что? Ой, а мне вот это нравится, а мне вот это нравится. Мы такие, понятно, на заметку. Ну и, конечно же, для того, чтобы понять, что нравится, это Фейсбук и Инстаграм. Мы просто выставляем и смотрим количество комментариев, лайков и, в принципе, отзывы людей. Дарья, дякую вам, что пришли и до нас, и не сами, а зі своими сумочками. Бажаем вам развитку вашего бизнеса, хорошей такой конкуренции, ну и, конечно, задовольняти... И как можно больше положительных отзывов, да? Да, и задовольняти вопросы наших украинских женщин, потому что нам подобаются сумочки. И 3, и 15, и какомога больше, сколько их будет быть радостью. А для чоловеков классная идея для подарунков. Можно даже без привода, без свята просто подаровать своей, коханной, новенькую сумочку. Дякую, что за счет дизайна. Дарья Иванюшина была у нас в гости, дизайнер бренду «Ванеллі». Найкориснейшее ранковое шоу продолжается. Залишаться с нами.